Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня вторник, 25 мая, представляю вашему вниманию торговый план на неделю по канадскому доллару и нефти марки Brent. В этих инструментах сейчас назревает ключевой момент, когда текущие тренды подают все больше сигналов на исчерпание и может начаться коррекция старшего порядка. Вероятные экстремумы уже обозначены и скоро может начаться среднесрочный разворот. Итак, давайте посмотрим подробнее. Ну и вот канадский доллар, похоже, прервал нисходящий тренд в паре, начав консолидироваться недалеко от целевой области, которую так и не смог достичь. Ожидаемого образования нового минимума не случилось. Котировки не стали снижаться, остановившись на полпути в районе отметки 1.20.20, так что сценарий на дальнейшее снижение на текущий момент не исполнен и отменен. Признаков и сигналов на возможный разворот в паре все больше. Текущая консолидация может обернуться формированием базы с последующим началом роста в рамках крупной восходящей коррекции старшего порядка. И вот на актуальном графике визуально отчетливо прослеживается довольно прочное закрепление цены над уровнем 1.20.28, который, очевидно, выступает довольно серьезной поддержкой. При этом верхний барьер в настоящий момент на 1.20.79 сдерживает попытки цены развить восходящее движение. Поэтому для подтверждения прогноза на рост необходим пробой этой границы, для чего, вероятно, понадобится еще один ретест поддержки на 1.20.28 с последующим отскоком. А это, в свою очередь, позволит импульсу уже преодолеть верхний барьер и нацелиться в область между 1.21.47 и 1.21.89. И вот отмена текущего сценария состоится в случае уже снижения и обновления последнего минимума ниже разворотного уровня на 1.20.12. А вот что касается нефти марки Brent, она, вопреки всем ожиданиям, продолжать рост свой не стала. Рухнув вместо этого вплоть до отметки в 65 долларов за баррель, так что была пробита и поддержка на 69.93 и разворотный уровень на 68.42, после чего котировки предпринимают попытки восстановиться и отыграть потери уже в настоящий момент. Подобное снижение цены можно расценивать как импульсное, что намекает на вероятность начала развития нисходящей коррекции. Сейчас можно предполагать уже развитие еще одной нисходящей волны после текущего восстановления. И вот на актуальном графике подтверждением намерения на снижение станет закрепление в текущей области либо оформление разворотного паттерна с обратным ретестом уровня 68.42, который как раз таки выступает сопротивлением, сдерживающим попытки дальнейшего роста. В этом случае отскок от уровня уже нацелит котировки в область предыдущих минимумов в области между 65.63 и 64.61. Отмена текущего сценария состоится в случае дальнейшего роста и выхода цены за пределы разворотного уровня на 69.93. А на сегодня у меня все. С вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.